За управление автомобилем в пьяном виде или с просроченными правами, за езду без свидетельства о регистрации или в случае неправильной парковки к водителям и их автомобилям применяется мера воздействия согласно статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. За конкретный вид нарушения на автовладельца налагается определенный размер штрафа, а его автомобиль эвакуируется на специализированную стоянку на тот период времени, пока хозяин не оформит разрешающие документы в подразделении госавтоинспекции. В настоящее время оформление документов, разрешающих возврат транспортных средств, производится по следующим адресам города Рязани. Ежедневно в период времени с 9 часов утра до 20 часов вечера автовладельцы могут обратиться по адресам подразделения госавтоинспекции улица Солнечная, дом 1 или улица Лесная, дом 28. В вечернее и ночное время оформление документации по возвращению транспортного средства происходит в подразделении отдельного батальона дорожно-патрульной службы по адресу улица Лесная, дом 28. В большинстве случаев инспекторы ГИБДД оформляют документы на эвакуацию транспортных средств по причине их парковки в запрещенных и неположенных для этого местах. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными в местах, где происходит парковка своего транспортного средства. Необходимо обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку либо стоянку транспортных средств, дорожную разметку, а также не парковать свои автомобили на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах. Если раньше автовладельцам приходилось оформлять документы, разрешающие забрать свое авто только в поселке Соколовка, то теперь это можно сделать в здании госавтоинспекции Рязанской области на улице Солнечной. Такие изменения были введены прежде всего для удобства водителей, экономии их времени. Процедура возврата автомобиля достаточно проста. Собственник звонит в дежурную часть ГИБДД для подтверждения случая эвакуации, затем направляется в удобное для него подразделение госавтоинспекции для составления административного материала по факту нарушения, а после получает разрешающие документы для возврата автомобиля со штрафстоянки. В среднем в Рязани ежедневно эвакуируется порядка 25 автомобилей. В основном это происходит на центральных улицах города, где наиболее затруднено движение не только личного, но и общественного транспорта. И чтобы неприятность не случилась с вами, совет прост – соблюдайте правила дорожного движения и парковки вашего автомобиля. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».